SCP-653 Бумеранг. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. SCP-653 хранится в запертом ящике на складе боязоны засекречено. Ключи от ящика находятся во владении научного сотрудника засекречено. При извлечении SCP-653 требуется присутствие не менее двух вооруженных охранников. При незащищенном контакте с SCP-653 в неэкспериментальных условиях пострадавшего следует отделить от объекта и изолировать для тестирования. Подопытные подвергаются седации во избежание причинения ими себе вреда при попытке повторно заполучить SCP-653. Поскольку многие люди пострадали от эффекта SCP-653 до его постановки на содержание, смотрите приложение, они могут попытаться проникнуть на территорию зоны засекречено, чтобы вернуть себе объект. Эти люди должны быть задержаны и доставлены в зону засекречено для тестирования. Описание. SCP-653 представляет собой пластиковый разноцветный бумеранг размером 25 см от кончика до кончика. Форма SCP-653 типична для возвращающегося бумеранга. Однако объект более долговечен, чем можно предположить по его внешнему виду. На фотографии SCP-653 при обнаружении близ зоны засекречено агентом Джилсом. Человек, коснувшийся SCP-653, незащищенный кожей, мгновенно начинает испытывать желание завладеть объектом и постоянно держать его при себе. Через примерно 48 часов после контакта у пострадавших развивается состояние, напоминающее магнетоцепцию, позволяющие им ощущать примерное местоположение SCP-653 в данный момент времени. Опыты показали, что удаление SCP-653 от субъекта не влияет на скорость развития данной способности. Найдя SCP-653, субъект испытывает желание запустить его, как если бы это был обычный бумеранг. Однако, вместо того, чтобы вернуться, SCP-653 улетает на большое расстояние от субъекта. После того, как SCP-653 был брошен, субъект немедленно начинает искать его и неизменно находит. Благодаря своему чувству мега-мегнетоцепции. За время, потраченное на поиски, SCP-653 вполне может попасть в руки другого человека, который также станет им одержим. Таким образом, одновременно активных поисков SCP-653 занимается неопределенное число людей. О SCP-653 фонду стала известна дата Секречна, когда агент Джилсон обнаружила объект, застрявшим в земле на территории зоны Секречна. Она сделала фотографию бумеранга, смотрите выше, но извлечь его не смогла. Два дня спустя, агент Джилсон вышла с территории зоны Секречна и не вернулась. Когда с ней был установлен контакт по рации, она отказалась вернуться в зону, заявив, «Я только что вышла, чтобы забрать свой бумеранг». Агент С. Засекречна и Энкору было поручено следовать за Джилсон, поскольку бумеранг был признан потенциальным объектом SCP. Девять дней спустя, агент Джилсон нашла бумеранг, примерно в 17 километрах от города удалено, после чего агент С. Засекречна и Энкору было приказано вступить с ней в взаимодействие и изъять бумеранг. В итоге агент Джилсон была убита в последовавшей перестрелке, а агент Энкор, случайно проконтактировавший с объектом, стал одержим им и угрожал агенту С. Засекречна оружием, требуя держаться подальше. Агент С. Засекречна получил приказ изъять бумеранг и был вынужден ликвидировать агента Энкора. Бумеранг был благополучно доставлен в зону С. Засекречна, где были установлены его свойства. Приложение 653-1. 04.11. Год засекречен в 21.43. Охраной зоны С. Засекречна был задержан субъект, пытавшийся проникнуть на территорию зоны. Субъект оказал агрессивное сопротивление при задержании и был поставлен на содержание для исследования долгосрочных последствий воздействия С. Засекречна на момент написания 09.06. Год засекречен. Еще в общей сложности 7 субъектов разного возраста и этнической принадлежности пытались проникнуть в зону С. Засекречна и заполучить SCP-653. Субтитры создавал DimaTorzok